Пикошет, мы сделали с вами фул, также сделали соответственно фул корпус, также я купил 4 фул резиста, это я считаю очень хорошо. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультра контейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить в настройках своего аккаунта текст создателя контента Вайдер, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все. Итоги будут проведены на моем стриме, стримы кстати проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всем привет дорогие друзья, с вами Вайдер и сегодня мы с вами записываем ролик по танечкам ланге, где будем соответственно сливать все свои кристаллики, потому что у нас сегодня черная пятница, а значит у нас скидочки до 70%, но только на МПКшке, а на обычный весь гаражик у нас соответственно скидочки 50% и также можно у нас ультра контов выбить абсолютно все соответственно скинчики, которые сейчас практически все доступны в игре, кроме молота демоник. Который у нас был недавно соответственно Хэллоуин. Его к сожалению выбить нельзя, не знаю почему, но тем не менее разработчики сказали и написали, что выбить это все дело нельзя. Так, ну и закупочка ребята, естественно напишите в комментариях, что вы купили на этот замечательный соответственно праздник, на эти замечательные скидочки, потому что скидочки стоящие. Если вы поднакопили себе немножко кристалликов, то обязательно что-нибудь да себе вот прокачайте. Того же самого дрона или защиты или может быть какое-то вооружение нужно прям покупать, потому что, ну закидывать скажем так не всегда соответственно честно. По званию какие-нибудь там маршалы у нас играют с легендами. Я так считаю, что это не честно, но пока системы нету, чтобы легенды играли с легендами, а все другие звания играли соответственно с другими званиями, чтобы для легенд была чисто знаете своя такая каста. Куда ты заходишь и где только там играешь. Всегда это говорил, всегда буду говорить, не знаю почему этого не делать, но ну ладно. Короче, да у нас кстати поменяли вот эту всю тему, немножко пока не привычно, но ну ладно. Что по гаражику на этом аккаунте? Как вы наверное знаете, а может быть кто не знает, здесь у меня все соответственно макс, везде максимы у нас здесь имеются. Ничего мне к сожалению здесь прокачивать не нужно от слова совсем, потому что даже все дроны, которые у нас имеются в игре, даже соответственно они у меня прокачаны. Поэтому здесь мои полномочия как бы они уже это самое и те же самые пауки, там всякие броненосцы у меня тоже выкачаны на фулочку. Единственное куда я могу сейчас потратить кристаллики это на припасы, но по 2 миллиона плюс ремок почти лям, плюс батареек почти 400 тысяч. Я так думаю и считаю, что это закончится у меня не скоро, но тем не менее есть аккаунты, на которых можно попрокачиваться. И начнем мы с аккаунта ВВ Айдер, на нем мне нужно в принципе потратить только лишь почти полмиллиона на прокачку кризисов. Блин опять я зашел, хотел в гараж зайти, а зашел соответственно в контейнер, вот непривычная тема, непривычная. Ладно, потому что у меня здесь в общем-то тоже все есть, резистики более-менее нормальные, но хочется еще какой-нибудь прям знаете такого имбовенького дрончика. У меня здесь есть правда дрон, прокачанный штурмовик и десантник, но так как их пофиксили, они стали у нас не очень, мне они к сожалению уже не нужны от слова совсем. Поэтому поехали, погнали. Не знаю насколько у меня хватит МПК, но я так думаю не на очень много, а хотелось бы на самом деле на очень много. Давай еще вот так вот сделаем, еще вот так вот и... Ах, чуть-чуть не хватило, как так? Блин, ну мне здесь нужно как кровь из носа сегодня подзаработать немножко кристалликов, дабы поставить 17-й шаг прокачки. Нет, не 17-й, 16-й шаг прокачки на кризиса и будет прям хорошо, будет прям неплохо. Окей, ладно, перемещаемся на другой мой аккаунт. Это естественно мой аккаунт без доната. Здесь прям все максимально грустно и печально в моем исполнении, потому... Не, ну хотя по вооружению я бы не сказал, что здесь прям у меня грусть грустная, но вот по резистикам мне здесь прям надо сегодня подзакупиться. Не знаю, на МПК это все дело у меня что-то останется или нет, но тем не менее у меня здесь есть лямчик, который я готов сегодня прям потратить слегкой. Так, а я же еще по идее могу забрать сейчас один ультраконтик, а может быть там опять мне еще кристаллик... А прикиньте, и лям еще выпадет, вот он может же выпасть, по идее в теории может выпасть. Так, спирал мы с вами откроем обычный, даже по 1000 я готов принимать. Ну, за повышенную защиту, конечно. Спасибо тебе большое. Ой, ё-моё, здесь у меня прям нету очень много всего. Но это не то, это совсем не то, что мне нужно. Мне нужны кристаллы. Кристаллы. Блин, ну неплохо. Я вам скажу неплохо. Хоть это у нас не лям, но 25 тысяч кристаллов я вам скажу тоже, как говорит человек, и человек достаточно неплохой. Поэтому поехали. Так, по резистам. Мне здесь в принципе нужно что прикупить. Во-первых, что мне нужно докупить. Это резист от молота, потому что молотов у нас прям многовастенько. Все, он у меня стал, соответственно, МК-7. Это хорошо, это отлично. На одну МПК-шечку, даже на две вот так можно сразу поставить. Потом, что мне здесь также нужно прикупить. Это, ну, все-таки, нет-нет, но встречаются у нас товарищи-рикошетчики, которые любят поиграть на том же самом Гелиусе. Поэтому защита от рикошета must-have. Она мне очень также сильно нужна. Мы здесь также все это в себе дело приобретаем, покупаем. Сперва просто МК-7. И также на одну шажульку, на один шажочек мы с вами это все дело прокачиваем. Потом. Что мне еще здесь нужно прикупить? Да дофига мне здесь чего нужно прикупить. Всего хочется, но, возможно, как таковой у меня нет. Естественно, да, защиту от вот этой вот гадости. Потому что сейчас со скидочками понакупили. Кто не покупал до этого у нас Скорпиона, только, соответственно, ленивый у нас на этом Скорпионе не будет играть. Не будет, соответственно, как-то его задротить. Поэтому мы это себе тоже все дело приобретаем. Без этого у нас никуда. И давайте я наверху. Все эти резистики сразу буду одевать. Чтобы, как говорится, они у нас были. Итого. У меня имеется вот еще резистика от огнемета. Но вот я не знаю, насколько он мне нужен. То есть сейчас его покупать, тратить 85 тысяч кристаллов. Но не знаю. Не знаю. Я против, как с одной стороны хочу, с другой стороны не очень хочу. Вот у меня есть предположение между Теслой, Страйкером и Гауссом. Гаусс у нас тоже, знаете, такая достаточно бесячая тема, которая прям любит поланшотать. И это прям иногда раздражает чуваки, которые просто стоят на одном месте и расхреначивают всех и вся. Поэтому, скорее всего, вот последний резистик, который я себе приобрету, это от Гаусса. Все-таки я буду у нас ждать и надеяться, когда его у нас пофиксят, когда его там перефиксят. Поэтому давайте. Последний резистик, который я себе приобрету, это будет от Гаусса Чебуречного. И также мы его на пару шажочков буквально прокачиваем. Ну, в общем-то, у меня здесь все стоит, да, на одну прокачку. Замечательно. Потихонечку, полигонечку я это все себе буду качать. Хотелось бы, конечно, еще броненосцы себе приобрести, но цена у него пока конская. Тем более, у меня здесь есть пушки, которые недокачаны. Последний шажочек у меня остается на рикошетах. И, естественно, мы его с вами прокачиваем. Также у меня есть недокачанный, соответственно, корпус. Это Хантер. Хантер хотелось бы тоже сейчас довести до логического своего завершения. И вот, если прям будет хорошо, да, все. Хантер у меня тоже прокачанный. Остается 167 тысяч кристаллов. Я бы не сказал, что это супер много, но... Имеется, как говорится, у меня еще один козырь в рукаве. И этот козырь у нас называется молот. Молот тоже, да, знаете, такая интересная штучка для этого диапазона. И вот оставшиеся кристаллы я предлагаю все слить как раз-таки на эту пуху. Лучше пусть у меня эта пушка будет прокачанная. В какой-то момент я смогу ее приобрести. Смогу, соответственно, докачать ее до своего логического конца. Но пока такой возможности нету, да, у нас. Блин, а еще хватит? Давай, вот еще. Все, вот, замечательно. Практически в нулину я у нас слил кристаллики. Итого, молот у нас прокачивается на 12-й шаг. Рикошет мы сделали с вами фул. Также сделали, соответственно, фул корпус. Также я купил 4 фул резиста. Это, я считаю, очень хорошо. Я считаю, закупочка у меня произошла просто вообще великолепнейшая. Поэтому, по идее, гс-очка у меня тоже немножко поднялась, да? Да, гс-очка приятно поднялась. Уже 9599. Остается мне буквально немножечко. 400 гс, чтобы у меня дошло. Ну, как я понимаю, это резисты. Опять же, которые у меня остаются недокаченные. Пушка плюс мой корпус, он докачается. Там тоже дадут за это какое-то определенное количество гс. Но самое главное у меня проблема остается как раз таки в том, что мне нужно сейчас прям активно прокачивать те самые резисты. Но резисты, как я и упоминал раньше, я сейчас буду качать по одному шажочку. В принципе, 4 резиста. Я так думаю, все кристаллики буду просто на лучше ставить, а ускорять я у нас это дело все не буду. 15 шагов не так уж и много, но все равно, как говорит, цена у нас кусается. Но тем не менее, у нас уже будет достаточно неплохая такая штука. Еще. Что хочется сказать напоследок. На этом аккаунте, ребята, я у нас решил поменять себе никнейм. Все-таки этот аккаунт у нас будет последним нашим аккаунтом без донатов. Все, я уже больше ничего качать, соответственно, новый создавать аккаунты не буду. И хочется себе прикольный, клевый никнейм. Ах, и 2000 танкоинов, к сожалению, ребята. Уйдут именно на это. Я еще, конечно, немножечко подожду. Может быть, а может быть, не подожду. Может быть, на каком-то стримчике мы это все с вами сменим. Просто мы, разработчики, говорили, что они замутят какую-то обновочку неплохую, когда первый раз никнейм можно поменять себе бесплатно. Но как скоро это будет, я у нас хз. А качаться надо. Играть на этом аккаунте тоже надо. Хочется все-таки гонять с красивым ником. А какой ник будет, вы узнаете немножко попозже. Все, на этом мы с вами заканчиваем. Всем спасибо большое за просмотр данного видеоролика. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok